Израильцы с американцами Они хотят одни править всем миром Так не бывает А как вы считаете, возможно ли в ближайшее в скором времени завершение конфликта между Израилем и Палестиной? Нет Нет? Нет А почему нет? Ну я говорю, что исторически, исторически сложилось Исторически сложилось, что это две конфликтующие Вот почему мы очень короткое время, во время этого придурка Хрущева рассорились с Китаем А ведь было русские с китайцем братья навек И это сейчас снова возрождается И такой вопрос Как вы считаете, что должно произойти, чтобы этот конфликт завершился? Ну я не знаю Значит, то, что нашим не надо туда влезать Это совершенно точно Не знаю, он сам собой не разрешится Будет что-то такое противное Закончим с Украиной, поможем Палестине Моя позиция просто нейтральная Больше ничего не страшно А понял А как вы считаете, что должно произойти, чтобы конфликт завершился у них? Два государства Как сказал президент А нам, россиянам, стоит влазить в этот конфликт? Нет, мне кажется, надо держать свою позицию А по-вашему, что должно случиться, чтобы этот конфликт в сторону завершился? Оставили людей в покое Те, кто этим управляет В Газе, да, имеете в виду? Они сами, они жили там сколько Спокойно жили и все Просто внешние силы Людей сталкивают Да, сталкивают людей там просто и все Оставят людей в покое И будет мир А кто сталкивает? Откуда я знаю Они есть, да? Эти силы Ну, кто-то сталкивает людей Они же жили раньше в мире Потом перестали что-то жить Как вы считаете, в чем причина И когда все это закончится? Ну, причина территориальная, конечно Я думаю, закончится не скоро Это будет очень долго Кто-то мне сказал, что спонсоры этого конфликта Конфликта всегда в Соединенных Штатах Америки Что вы думаете на это? Ну, 99% что да Да А им для чего это уже? А им они же живут за счет войн Как говорится И поэтому это их стимул Жизнь их Открыть войну Начать где-то везти И поставлять вооружение соответственно И финальный вопрос Идеальное завершение этого конфликта По вашему Оно? Я думаю, что Что все-таки Люди разумные В наше время И придут к какому-то общему Знаменателю Что Законится это Очень все хорошо То есть Территория будет разделена? Я думаю, да Наша страна В этом деле Поможет А нам участвовать стоит, да? Я думаю, что Надо Не Конечно В военном В смысле слова Участвовать А именно Дипломатия А причина будет Обычная Пошлотем По вашему мнению? Ну, я не знаю Наверное Ну, это вот чисто Мне так кажется Чисто человеческая Такая зависть Знаете, вот Один человек начинает Завидовать другому И начинает делать пакости Ну, это если В маленьком формате взять Ну, ты точно так же Это все И в большом формате Тоже идет Я думаю, так Наверное Мне кажется За денег Ну, деньги Зависть Это одно и то же Практически Доллар Ну, нет Все за доллар, да? Я думаю, что Во всем виноват доллар А что должно произойти Чтобы конфликтов Ну, в частности В Битраиле И в Палестине И в Битраиле Америку надо Это Ликвидировать Чтобы ее, вот это Волной смыло Как обещали Обещали, что ее водой смоют Но до сих пор Че-то не смывают Чуть-чуть наклоним Гравитационное поле Да-да-да-да-да-да-да-да-да Мне бы со своим разобраться. А там без нас. Без нас, например, так? Да. То есть нам не стоит лезть на уши с отранили, потому что это... Нет, нам сейчас это нельзя делать. Тяжело будет. Ага, я понял. Вы знаете, они, по-моему, всю жизнь воевали между собой. Я так думаю, что их надолго. Не знаю, даже не знаю, что вам сказать на этот... Жертвы просто уже пять тысяч человек. Да, да, очень жалко. Ну, у нас обычно с политикой кто страдает? Мирные жители, дети, женщины. Мужчины воюют, женщины страдают. А в чем причина, когда вы думаете, этого года? Я так думаю, что все деньги. Из-за денег? Я думаю, что да. А где там деньги? Ну, войны у нас вообще все как, из-за чего начинались? Либо территориальные, либо денежные. Причина? Причина в том, что многие элиты хотят очень много. Вот и все. Мне кажется, вот недавно сказали, что это опять во всем виновата Америка. Америка? Да фиг их знает. Все виноваты. Никогда не бывает одна сторона виновата. Частенько вот эти все конфликты возникают вот из-за Америки, потому что им же надо как-то доллар свой обеспечивать. Он же у них вообще, ну, золотым запасом не обеспечен, ничем не обеспечен. Они просто их печатают вообще, ну, я не знаю, на каком основании, так скажем, даже. Вон, вернитесь назад. Да, вот, да. И все, да. Кстати, не переименовали еще в этот ростик. В Петербурге был уже кипс и нет. Одни ростик сюда. Везде одни англосаксы. И очень удивительно, да, тоже, что вот вроде как от доллара пытаемся отойти, а куда не глянешь, да, везде вот, ну, ДНС, да. Ну, понятно, да, ну, почему английские буквы? Кари, да? Почему не написать русскими? Что, наш язык такой плохой, наши такие буквы такие некрасивые, что ли, или что? Это так более приятно смотрится, не знаю. Я не в политике. Пора разобраться, разделить палестину и успокоить, это, они заелись, они сколько раз ее обижали, палестину. Ну, то есть надо ее все-таки разделить, думаете? Конечно, разделить, ну, поправить этих. Они же эти, у них все время земли отбирали, отбирали. Узраильтян? Узраильтян, наоборот, у палестина. Да, 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 да. Да, ну, все вот. Хотелось бы, конечно, чтобы действительно все было хорошо, но ты, чтобы никто не воевал, потому что не хочется. Мы вот были в Новгороде. В Великом? Да, в Великом Новгороде, да. И там, там, где ПЭК у них, да, и у них, ну, стена памяти. Блин, это, ну, это страшно смотреть в том плане, что мимо проходишь когда, да, и там огромная, огромная, да, вот, огромная стена, и там фотографии погибших ребят, да, вот, это... Я вот, ну, просто такой эмоциональный человек, я когда мимо проходила, там еще женщина стояла, она, ну, фотография девушки, да, и она вот ее так руками трогала, видимо, может быть, родственница там или еще что-то. Ну, я просто шла, я никого там не знаю, там все незнакомые люди для меня. И там у меня тоже никто не погиб, как бы, вот, из каких-то близких, таких родных, да, но я просто шла и плакала, потому что это, ну, страшно на это смотреть, правда, потому что я не хочу, чтобы погибали ребята.